Добрый вечер. Запредельно умных у нас в стране раз-два и обчелся. Зато оба руководят. Один всей страной целиком, другой правительством. В этом наше колоссальное везение. Интеллектуально превосходя народ и попутно возглавляя главную партию в стране, самый умный номер два сегодня отчитывался о проделанной работе перед депутатами Государственной Думы. Естественно, сверкал ясностью мысли, делал открытия, раскрывал тайны, и разрешал в стране промилле в крови миллиграммы в выдыхаемом воздухе. Тайны открылись сразу три. Первый. Никакой он не юрист. Вторая. Где-то в ПДД, в правилах дорожного движения, оказывается написано, что за рулем можно пить. Вот чего никогда не знал. Мне бы вот ссылочку, Дмитрий Анатольевич, не могли бы вы поточнее как-то сформулировать эту мысль? А то, ну явно, вот сколько раз читал правила дорожного движения, ни разу не находил, где там написано, что можно пить. Зато теперь понятно, почему Дмитрий Анатольевич так истерично бился за этот самый ноль промилле. То есть, с его точки зрения, не юриста, это, кстати, тайна номер три, которую он открыл, он никогда не открывал правила дорожного движения. Так вот, не юрист, не открывавший правила дорожного движения, оказывается, все эти годы полагал, что у нас где-то есть разрешение, оказывается, где-то написано, что можно пить. И именно поэтому Дмитрий Анатольевич сегодня сказал, что необходимо зафиксировать в правилах дорожного движения, что употребление алкоголя несовместимо с управлением транспортным средством. То есть, раз он считает, что необходимо зафиксировать, значит, это до сих пор не зафиксировано, значит, где-то по нашему закону. Ведь все-таки он хоть и не юрист, но юридическая наука вне зависимости от этого существует, и юридические постулаты нашей правовой системы тоже существуют. Так вот, там сказано, все, что не запрещено, то разрешено. Раз запрета в правилах дорожного движения нет, и Дмитрий Анатольевич считает, что необходимо его ввести, значит, пока не ввели, где-то существует нормативная, разрешение, закон. Можно пить, оказывается. Дмитрий Анатольевич, теперь ясно, что именно вы никак не могли понять. Вы, оказывается, не могли открыть правила дорожного движения и почитать их. И поэтому вы так истерично бились за этот самый ноль. Причем, Дмитрий Анатольевич, когда у нас был президентом, то есть, когда он исполнял обязанности самого гениального в стране, будучи не юристом и попирая все международные договора, которые подписала наша страна, вы, Дмитрий Анатольевич, взяли и отменили этот самый ноль, введенный, в общем-то, не вами, а вашим предшественникам. И потом, когда уже вы заканчивали свое правление нашей страной, к вам пришел товарищ Лысаков. На тот момент он был приличным человеком, депутатом он стал несколько позже. И именно в тот момент вы заявили всей стране, по крайней мере, по цитатам самого Лысакова, что вы не очень поняли, чего подписали. Вы что-то такое там запретили, исходя из ложной посылки, будто в правилах дорожного движения существует разрешение пить. Кстати, тут параллельный вопрос. Дмитрий Анатольевич, а вы на права-то как сдавали? Я помню вас в качестве шикарного совершенно актера, рекламирующего BMW X5, и вроде из этого следует, что вы допущены к управлению транспортным средством, как вы считаете повышенной опасности, значит, у вас есть права. А как вы сдавали на права, если вы не открывали правила дорожного движения? Так вот получается, что вы, может быть, конечно, и открывали, но напрочь забыли, что там написано, либо вы как-то тоже немножечко осведомлены о том коррупционном скандале, который недавно вскрылся в Москве, когда всего лишь четыре гаишника, не питерских, московских, торговали правилами, да, водительскими удостоверениями. Ну, я, конечно, не допускаю мысли, что вы тоже купили, вы не могли потакать коррупции, но как же получилось так, что вы не в курсе, что написано в правилах дорожного движения? И вот тогда, когда Лысакова к вам подослали, он вынес на всеобщее изумление цитату от вас о том, что вы сказали, я не собираюсь упираться, пусть мне все объяснят. То есть пусть мне объяснят, что именно я запретил, пусть мне объяснят про ноль промилля. Правда, ситуация, конечно, сильно изменилась. С тех пор Лысаков уже не тот. Из приличного человека он превратился в депутата и теперь является автором совершенно чудовищного по коррупционности законопроекта по бальной системе, как раз тоже направленному в том числе и на нулевой промилле. И именно Лысаков уже от себя, комментируя сегодняшнюю коллизию, сказал, что забудьте вы о промилле и о нуле в том числе. Хотя при всем при том он тоже добавил свои пять копеек в норму, которую, может быть, теперь разрешат. Так вот, пока Медведев у нас в стране понятия не имеет о том, что действительно пить нельзя, и пока Дмитрий Анатольевич у нас демонстративно перед всей страной по утрам накатывает пивка в субботу 05 в Кобзоновском баре на Арбате и призывает нас всех при этом не пить, вот меня, например, лично в том числе, хотя я не пью вообще никогда и абсолютно ничего, я даже кефир не пью, не говоря же о квасе, я пью только, не подумайте, что парное молоко, нет, воду из-под крана, иногда минеральную, вот Онищенко сейчас разрешит нам и мне в том числе боржоми, буду пытаться боржоми пить, пока не получается, не пью. И чай иногда пью. Так вот, тем не менее, я знаю, что в правилах дорожного движения, по крайней мере, в той версии, которая в моих руках была, официально изданная, ничего не сказано про разрешение пить. Вот сегодня Дмитрий Анатольевич рассказывал Государственной Думе по поводу запретов на алкоголь. Он сказал, что в правилах это должно быть зафиксировано. Да, поздравляю, давайте это фиксировать. При этом все, кто потом уже выстроился в очередь комментаторов данной правовой нормы, помогли вам узнать еще одну интересную истину о том, что нуля-то не существует. Причем это сказал и Владимир Васильев, ну, уважаемый человек, седой генерал в Государственной Думе тоже занимающий непоследнюю должность. И что очень приятно, Лакмусовый Онищенко тут же заявил, что нуля-то не бывает. Вы об этом не знали, а два чрезвычайно компетентных человека вам подсказали. Нуля не бывает. А дальше начались очень интересные разночтения. Единая Россия официально заявила, что Дмитрий Анатольевич высказался за 0,1 промилле. А вот, например, РБК процитировал Дмитрия Анатольевича, сказав, что 0,01 промилле. Это две, конечно, большие разницы с математической точки зрения. Хотя по факту и то, и другое имеет ведь отношение к измерениям в крови. А в выдыхаемом воздухе норма всегда меньше. Поэтому в данном случае речь идет об всего-навсего погрешности. Такой вот приборной погрешности. Лакмусовый Онищенко по этому поводу блестательно совершенно сформулировал. Он всегда очень точен. Мысль ясно излагает. И он сказал, что, в общем-то, прибор разберется. Поэтому важно вообще не пить. Вот насчет того, как прибор разбирается, приятно поговорить с теми людьми, у которых уже отобрали права и которые ходят пешком. В том числе имея 0,1 промилле. Насколько разобрался прибор? Насколько разобрался прилагаемый к нему абсолютно не коррумпированный инспектор ДПС? Они у нас в принципе не коррумпированы. Они не могут быть коррумпированы. Потому что, ну вы знаете, я об этом уже много раз говорил. Не только я, лично Нургалиев вам докладывал, и мне заодно, что у себя в кабинете он дважды коррупцию победил. Жаль, не дали третий раз победить. Выгнали, к сожалению, беднягу. Итого, Дмитрий Анатольевич Медведев сегодня опять погнал резонансную волну. И поскольку он заговорил о 0,1 промилле, есть достаточное основание полагать, что теперь и Государственная Дума в том числе, перед которой он отчитывался, он ведь у нас по статусу ниже, чем Государственная Дума. Государственная Дума у нас диктует, а он мальчик на побегушках. Он исполняет. Дума напрягает интеллект свой и говорит, надо бы сделать. И председатель правительства вместе со своим правительством бежит, роняет тапки и делает так, как сказала Дума. Ну, что, собственно, мы видели и на примере сейчас Медведева, и до этого такого же мальчика на побегушках, метущегося в исполнении законодательных уже актов Государственной Думы, товарища Путина, который, естественно, бежал и исполнял. Но в нас это вселяет надежду. Так вот, в чем прав Дмитрий Анатольевич Медведев в том, что пить действительно нельзя? В чем прав Владимир Васильев в том, что пить действительно нельзя? В чем прав Лакмусовый-Онищенко в том, что пить действительно нельзя? Причем, на мой взгляд, пить нельзя в принципе. Ну, никогда. Ну, некоторые себе позволяют этот выбор уже в сухопутном варианте. За рулем тем более. Дмитрий Анатольевич где-то когда-то услышал о том, что автомобиль является источником повышенной опасности. Это неправда. Человек является источником повышенной опасности всегда. Вот, например, автомобиль, он пока стоит, он на вас не набросится и не задавит, пока там не появится человек. А вот человек без мотивации может на вас наброситься с кулаками, с ножом или бутылкой по башке дать. Поэтому вот тут совершенно напрасно была затронута эта тема, хотя, конечно, она не получила дальнейшего развития. А теперь мы будем смотреть, во-первых, что же имелось в виду. Буквально завтра уже появится уточнение 1,1 или 1,1 промилле. И посмотрим, как быстро Дума будет развивать эту инициативу своего главного исполнителя, товарища Медведева. И как быстро она состряпает закон и начнет повелевать ему, типа, Дмитрий Анатольевич, ну-ка быстренько, исполни-ка. Ну, исполнительная же власть. Нашу законодательную инициативу. Очень любопытное весеннее обострение сегодня мы увидели. Управляем транспортными средствами с нулем промилле и выбираем себе автомобиль. Телефон 6510996, код города 495. Звоните, давайте попробуем выбрать себе машину в трезвом состоянии. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Сергей. Вы пьете за рулем? Вот перед тем, как сесть, вы 0,5 накатить какого-нибудь пивка любите, нет? Нет. Я, в принципе, вообще не пью, за исключением в редких случаях. Ну, для меня это неприемлемо абсолютно. А Дмитрий Анатольевич подозревает, что вы втихаря все-таки квасите и норовите выдохнуть ему в лицо 0,01 промилле? Ну, я не знаю. У Дмитрия Анатольевича и у его коллеги очень много разных интересных задумок и идей. И, мне кажется, к нам, к людям, ну, как к людям вообще, в принципе, перестают относиться. Мы кто угодно, алкоголики, пьяницы, убийцы, но не граждане. Мы, кстати, еще налоги не платим. Мы так много должны. Мы должны чуть-чуть больше, чем мы платили в свое время монголо-татарскому Игу. Монголам мы платили десятину, а вот сейчас этим людям мы платим 13%, но некоторые больше, в зависимости от того, Юрики мы или физики. Ну, да, есть такое дело. Должны мы. Что у вас, Дмитрий, интересного по поводу выбора автомобиля? Сергей. Да. Вот, с удовольствием отъездил на Лачете пять лет. О, я вас понимаю, еще бы. Вот, машинка, ну, почему с удовольствием, потому что проблем она мне не доставляла абсолютно никаких. Ну, рабочая машина. Вот, хотелось бы подняться чуть-чуть повыше и смотрю между Дастером и пятым Ховером. Вот, по Ховеру, знаете, очень привлекает суть, да и стоимость машинки. Но по Дастеру, я думаю, будет все без проблем. Вот такая дилемма. Какая интересная коллизия. Дело в том, что почему-то, не знаю почему, но Ховер и Дастер противопоставляют в выборе своем очень многие люди. Как раз между той и той моделью, как-то пытаясь определиться. Мне не очень понятно, но почему это так массово, что у многих они сходятся воедино. На пересечении цены, судя по всему. Совершенно верно. Ховер, он очень неплохо задуман, и он остается китайцем. Чудо не произойдет. У китайцев по-прежнему задача быстренько очистить территорию и прийти к нам сюда пожить, поскольку их Байкал, их Урал и масса других территорий временно заняты какими-то очень непонятными людьми. Пучеглазыми и цвет у них не тот. Поэтому чем быстрее сдохнут, тем лучше. И китайские автомобили, которые в той или иной степени либо пародируют, либо приближаются к автомобилю, но автомобилями как таковыми не являются, они как раз выполняют эту функцию. И разница в том, что когда китайцы придут, они избавятся от нас бесплатно, а в данном случае мы еще платим деньги за то, чтобы помочь этим людям. И Duster — это, конечно, замечательный, очень гуманный автомобиль с нержавеющим кузовом, с хорошими повадками. Причем на нем можно ехать по трассе далеко и долго, спина болеть не будет. Он нормально управляется. На нем можно съезжать с дороги, и особенно если хорошая резина и та самая знаменитая шестиступенчатая коробка в сочетании с полным приводом и двигателем 2.0, то вы уже получаете внедорожник. Потому что первая передача у него, не устаю об этом говорить, она является нулевой. И на двухлитровом моторе бензина вы можете в городе начинать движение со второй, вот как это делают обычно на грузовиках. То есть вторую воткнули и поехали. Машина совершенно замечательно с этим справляется. Дастер и ховер, они несопоставимы вообще ни в чем. То есть вообще никак. Дастер это та самая штука, которую берут себе, прижимают к сердцу и пользуются. А ховер это вот как ужин в поговорке диетологов. Отдай врагу. Если у вас такой враг есть, вы готовы 700 тысяч на это потратить, сделайте ему приятным. Но себе не надо. Берегите. Берегите себя, не надо. Спасибо. Тем более, что у Дастера через какое-то время будет коробка автомат на полном приводе. И станет как раз очень интересно смотреть, как же он, насколько остается вот этим пограничным техническим изделием, уже выходящим за пределы кроссоверов и приближающимся, почти вошедшему в разряд внедорожников. Здравствуйте, Андрей. Андрей. Здрасте. Добрый день. Скажите, Андрей, а вы попиваете так втихаря перед тем, как сесть за руль? Во-первых, хотел сразу же сказать, что не пью вообще 8 лет. Даже на Новый год шампанское, потому что я христианин. И мне всегда был интересен такой вопрос, когда ввели вот этот, ну, если хоть какой-то будет там промилле, то уже там забирают права. Мне всегда было интересно. Там я слышал, что если что-то можно съесть, если дунешь трубку, если покажет, ну, грубо говоря, забрали у меня права, но я не был пьяным. А будет ли считаться, не знаю, в связи с моих родственников, близких, что я вообще не пью вообще никак? Никогда я не... Нет, нет, абсолютно. Абсолютно. Андрей, в нашей стране рассматриваются только документы. Абсолютно никого не волнует ничего. Вот если у вас есть справка, где написано, что вы трезвый, тогда действительно, может быть, вас, ну, аккуратно пристрелят на обочине. А если у вас нету справки от нарколога, тогда никаких вопросов к вам, в принципе, нету. Вы поражаетесь в гражданских правах и пешком отправляетесь на два года. И, естественно, никто не будет рассматривать в принципе, даже если какой-нибудь иеромонах скажет, я гарантирую вам, что он не пьет, нет, это не будет приниматься во внимание. Хотя, вот если, например, митрополит Кирилл, он человек со связями, он знает, как решать вопросы, он умелый, может за вас действительно, если вы, не дай бог, близки к нему хоть каким-то боком, похлопочет, похлопочет. Тогда, ладно, второй вопрос по автомобилю. У меня дело в том, что купил себе в 2012 году, но 6 месяцев, езжу Ford Focus у меня, третий универсал, комплектация Titanium. Ух ты, классная машина. Ну, но с первого дня эксплуатации у меня застучала рейка, рулевая рейка. Сначала стучала, я обращался туда, в общем, с горем пополам, мне там писали, ну, сначала не отказ, они как бы признавали, что проблема есть с автомобилем, но не признают, что это брак автомобиля. Но как бы вот, но с горем пополам, через три месяца, пока я там тоже писал столько писем, мне поменяли эту рейку. Я, наверное, месяца полтора или два отъездил на машине, и вот сейчас она стала опять, вот буквально три дня начала опять точно такой же стук. Даже еще сильнее на мелких почках. Я просто вот думаю, что мне дальше делать вообще, куда мне идти, или что вообще, как это можно пресечь, потому что уже сил нет. Продолжайте бороться, во-первых. Вам поменяли рейку в сборе по гарантии? По гарантии, да, по гарантии мне поменяли полностью, но всю рейку в сборе, да. Значит, так, вы можете приехать к другому официальному дилеру, получить от него официальный документ, то есть приехать и сказать, ребят, я ни на что не претендую, мне просто, вы знаете, эксперт на оценочку, вот вам сколько тут, тысяча рублей, дайте бумажку, где будет написана суть дефекта, чтобы они подтвердили, это рулевая рейка. Дальше у вас несколько путей. Один из них самый простой. На выполненные работы существует гарантия. Она либо полгода, либо сколько-то тысяч пробега, иногда там пять, иногда шесть. И сильно подозреваю, что вы еще не изъездили, поэтому у вас два пути. У вас гарантия на замененную замену. И опять-таки, у вас новая машина на гарантии общей, и вас в принципе не волнует ничего. Вы можете пойти и потребовать конкретно замены рулевой рейки, потому что у вас есть замена уже гарантийная, вот несколько месяцев тому назад. А можете идти первым сценарием, по которому вы ее поменяли, хотя и с мытарствами. При этом не забывайте, как только вам кто-то чего-то отказывает, вы тут же берете книгу отзывов и предложений, в ней пишите жалобу, достаточно подробно, что я такой-то, приехал с тем-то, мне сказали так-то, отказали в том-то, на таком-то основании. Это текст этой жалобы. Вы слово в слово выходите на сайт Роспотребнадзор по городу Москве, у них в электронном обращении, в электронном виде принимаются обращения, и у вас получается, что одна жалоба дублирует другую. Роспотребнадзор обожает приезжать к дилеру и выдирать с него деньги. Не в вашу пользу, нет. Это не значит, что вам кто-то что-то заплатит. Вас все, по большому счету, не любят, и вы никому не интересны. Извините, нет соединения с абонентом. Ничего страшного, у нас зато есть эфир. То есть вы так или иначе обозначаете свою зубастость, и Роспотребнадзор силами местного органа приезжает и выдирает некоторое количество денег из официального дилера, что само по себе уже приятно и плюс в вашу пользу. Дальше вы продолжаете с ними бороться. При этом желательно, чтобы все ваши действия были документированы. Любое обращение, чтобы обязательно был заказ-наряд. И чтобы этот заказ-наряд был как-то, например, закрыт. Вы приезжаете и говорите, у меня стучит рулевая рейка. Вы сдаете машину в ремзону. И с чем вы ее получаете? С заключением, что мы тут что-то подтянули? Или признание дефекта? В зависимости от этого требуются от вас юридические шаги. Юридические шаги бывают, опять-таки, двух вариантов. Первый, когда вы открываете Антона Нездведского. Это очень профессиональный юрист именно по закону о защите прав потребителей в интерпретации для автомобилистов. Он написал хороший справочник. Выходил этот справочник в году, по-моему, в восьмом. Переиздавался в девятом, в десятом. По сию пору актуален. Он есть в интернете, есть в бумаге. То есть вы можете опереться на позицию Антона Нездведского. И он на многих сайтах есть, и его можно найти. У него общественная приемная, поскольку он как раз занимается подобными вещами. Либо вы берете себе адвоката. И здесь даже не вопрос в том, насколько этот адвокат съел зубы на подобной борьбе. Сам по себе факт, что когда человек из-за рулевой рейки начинает уже размахивать адвокатом, это говорит о том, что он вооружен. С ним, как правило, начинают внимательнее общаться, чуть-чуть дружелюбнее, и чуть меньше корчат рожи. Это не гарантирует победу. Но и нам с вами все-таки в коленках подгибаться по таким вещам не имеет смысла. Дальше, если все плохо, значит адвокат должен будет обнаружить свои глубоко профессиональные знания для полной победы над дилером. И если после того, как вам поменяют рулевую рейку второй раз, она загремит в третий, вы имеете право поменять товар, поскольку он не надлежащего качества, а именно потребовать от них получения аналогичного нового автомобиля. А этот оставить им, как переходящее красное знамя. Поигрался, отдай другому. Самое главное, у нас дилер пытается быть чем-то типа начальника над нами. Слушайте, он обслуживающий персонал. Дилер это тот, кто живет за наши с вами деньги. Это тот, кто нам обязан. Вот мы, дилеру, не обязаны вообще ничем. А он нам обязан всем. В том числе, качеством, соблюдением стандартов и, естественно, удовлетворением наших и наших логичных потребностей. Поэтому любого дилера об коленку и с зубами. Перерыв на новости. На сайт от Ильи пришло сообщение. Добрый вечер. Дмитрий Анатольевич вместе со всей Думой должен каждое утро дуть в трубочку. Потому что законы нужно принимать на трезвую голову. То есть с нулем промилле. Есть подозрение, что половина депутатов, да и сам, ежедневно находится под шафе, судя по принимаемым законам. Илья, я надеюсь, что нас с вами услышали. Мы продолжаем общение в прямом эфире. Телефон 6510-996. Денис, ваша звезда взошла. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Хороший день сегодня, правда? И солнышко, и тепло. И тут что-то с промилле у Дмитрия Анатольевича происходит. И вы до меня дозвонились. Но один к одному. Ну да, все очень замечательно. А насчет промилле. У меня родственник пострадал от этих промилле. Причем, как вы говорите, многие еще говорят, человек не пьет совсем. Вот к разговору о вопросе, который задал Андрей. А если я не пью, в том числе по христианским убеждениям. А кого колышет, если у меня прибор, и мои руки тянутся к вашему кошельку? Плевать? Ну да. Никому не интересует? Да и все. Сдайся враг, замри и ляг. Денис, а вы-то как за рулем? Дмитрий Анатольевич, вот у нас пивка любят по утрам накатить, а вы? Ну, по утрам не люблю, а так иногда бывает. Ну, за руль не сажусь. Ну, да косвенно вы тоже в группе риска, потому что как раз милиционеры, они люди все-таки в немножечко психологии понимающие, они подходят так вежливо подказывают, пили. И если человек вспоминает, кажись год тому назад, а глазки сразу забегали, вот тут начинается натиск и профессионализм. Ну да. Что у вас с автомобилями, Денис, на трезвую голову, что вы выбираете? Так, вот я не выбираю, у меня пока вопрос такой. У меня сейчас Kia Fit, дизель. Ух ты, какого года? 2008. Хороший аппарат какой? М? Очень хороший аппарат, с автоматом, без? С автоматом, да. Идеальное сочетание, очень хорошее аппарат. Сколько он у вас прошел? Так, 89. И еще ему бегать и бегать. И как-нибудь он хоть раз вас по-крупному подвел за эти 89? Знаете, нет. Вот. Корейско-европейское качество. У вас очень правильный аппарат. Вам будет тяжело с ним расставаться, потому что замечаний-то к нему нет, машина-то удобная, а поменять ее можно на что? Ну, на следующий, наверное, аппарат такого же названия, типа размера, тоже Kia Fit. Нет, менять я ее не хочу. Правильно. Я хочу ее отдать жене. Так. А тебе хочу пикап. Ох. Вот у меня глаз лег на L200. Что вы про него можете мне сказать? Только очень хорошее. У него плохая дилерская сеть, потому что в большинстве случаев вы попадаетесь в коварные руки какого-нибудь рольфовского соратника, либо непосредственно самой фирмы Рольф. Там чудовищный совершенно ценник обслуживания. Ну, и есть некоторые неприятные последствия. Что там бывает, то клиент помрет, то машину возьмут покататься за водкой. Поэтому, как только у вас есть минимальный шанс, спрыгивайте сразу с этой дилерской цепочки, с этого дилерского крючка, либо уходите в альтернативный гараж, либо просто изначально не покупаете машину у Рольфа. Купите там, я не знаю, там блок есть, еще какие-то есть фирмы, которыми торгуют. А вы хотите L200, потому что вам нравится пикап, или у вас какие-то специальные задачи есть? Ну, вообще я рыбак. О, то есть вам нужен полный привод. Да, мне нужен полный привод. И вы при этом едете один, максимум вдвоем, но в лучшем случае на троих. Да. Вы третьего будете класть или сажать? Как получится. То есть туда, наверное, сидите, обратно как повезет. Ну да. Кабинка тесновато. Чем хорош L200? Тем, что у него постоянный полный привод. Не скупитесь. Возьмите не Easy Select, а Super Select. Он позволяет вам ехать в режиме постоянного полного привода с принудительной блокировкой заднего дифференциала. Поэтому, когда вы заберетесь туда, где не встречается даже макар с телятами, шанс выбраться у вас остается. Это настоящий внедорожник с очень большой буквы. В этой машине меня потрясает расход топлива дизельного мотора. Вы, как профессиональный дизелист, это оцените, потому что я на L200 в режиме жесткого оффроуда на полностью заблокированной трансмиссии рубился через тайгу. У меня получилось что-то, по-моему, 9,3 литра на 100 километров. Представляете? Не представляю. Это на двух блокировках, причем там и снегу было выше бампера, и биться приходилось всерьез. И сколько народу ездило на этой машине, вот расходом топлива она просто подкупает, потому что десятку не увидел никто. Вот чтобы она показала расход топлива в самом тяжелом, изнурительном состоянии, превышающем 10 литров на 100 километров, ну не получилось. По трассе идет легко, уверенно. По городу идет нормально, полноценно. Чуть что, какая-то неприятность, переходите на полный привод, и в принципе, именно как раз его трансмиссия позволяет в режиме полного привода ездить круглый год. То есть не нужно отключать на сухом асфальте. Вы из салона машину забрали, полный привод включили, и имея невероятную экономию топлива, поехали по своим делам. Дальше хотите ее как-то апгрейдить, да, пожалуйста, лебедка, силовые бампера, не хотите, оставьте все как есть. Она уже готова к употреблению, ей ничего такого не надо, хотя, конечно, ну, рыбалка бывает разная. Резину зубастую какую-нибудь такую профессиональную я бы взял. То есть не шоссейку, которая у нее стоит от рождения, а что-нибудь посерьезнее. Ну, там из куперов каких-нибудь, из гудричи, вот из этой категории. Но тоже не сразу, не сию секунду. Ясно. Достойный аппарат для рыбалки. Вот для рыбалки он как раз и нужен. Да, и ящик ему сверху поставьте, любой, какой найдете, на какой денег хватит. Ну, потому что чего в открытом кузове просто так что-то возить. Вы же туда и положите всякую снарягу и много чего полезного. Тем более, друзья там будут потом на обратном пути. Вот уже и на природу люди потянулись. Прекрасно. Сам бы с удовольствием поехал. Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте, Сергей. Очень рад, что я дождался. Я тоже рад. По его очереди. Ну, если говорить по теме сегодняшней передачи, я, наверное, не стану говорить о прониле. Я скажу, что я полностью благодарен вашим мнением о нашем втором-первом. И этого, мне кажется, будет достаточно. Да, мы друг друга уже сразу поняли. Да и не только мы. Да, я думаю, что это будет достаточно. А вопрос у меня такой. Как-то в одной из передач вы говорили, что самый узнаваемый знак в мире – это знак Мерседеса. Да. В принципе, наверное, узнаваемый, да? Логотип номер один. Да, да. В то время, когда Мерседесы не были лучшими машинами. Причем… Вроде бы так прозвучало. Мерседесы никогда не были лучшими машинами. И, естественно, никогда не будут лучшими машинами, потому что они уже пошли кривой дорожкой. Но, кстати, по поводу того, насколько узнаваем тот или иной логотип, социологи, не наши, а гэлоповские, проводили это исследование много лет тому назад, и больше всего их порадовало и поразило, то, что логотип Мерседеса известен даже в том числе племенам индейцев, которые не очень понимают, что такое автомобиль. Да, да, я помню это. Так вот, тем не менее, я езжу на Мерседесе… Не возбраняется, пожалуйста, пожалуйста. Да, они станут утверждать, что действительно это лучший автомобиль. Вопрос, в общем-то, такой. Мерседес у меня седан, там, C-180. Сейчас стала проблема, что, наверное, нужно приобрести какой-то универсальный автомобиль. Невероятно, если вы поддержите мою мысль, это должен быть кроссовер. Ух ты! А вот если говорить о кроссовере, тут на чем-то нужно останавливаться. В целом, все-таки, Мерседес меня устраивает. И вот сейчас у них есть такая машина, ДЛК. Да. Я думаю о ней. Или, может быть, вы меня все-таки разубедите и посоветуете что-нибудь иное. Ну и, разумеется, все-таки двигатель. Бензин или дизель. Чаще все-таки, да, я езжу по городу, откровенно говоря. Ну, бывают случаи, когда приходится выбираться в не очень далекое Подмосковье все-таки. У ГЛК, на мой взгляд, существенных изъянов всего два. Первый – это дорожный просвет. Второй – это система Command. Профессиональная мерседесовская система, которая якобы имеет возможность обновления карт навигации и чтения фирменных дисков. Ерунда на постном масле работает плохо. Во всем остальном ГЛК – очень грамотный автомобиль. Он великолепен с любым мотором. Но изначально, вот когда конструкторы сели за письменный стол, друг другу посмотрели в глаза и сказали, «Господа, нам предстоит сделать Гелендваген Лайт Курц». То есть маленький, коротенький такой аппаратик. Давайте-ка мы его будем чертить как-то вот в условиях тех заданий. Первым делом они написали дизельный двигатель, дальше, соответственно, полный привод и все остальное. Эта машина создавалась под дизельный мотор. С дизельным двигателем она наиболее сбалансирована, она остается нормальным автомобилем для города, она при этом является очень неплохим автомобилем для, ну, в том числе для немцев это, наверное, ураганное бездорожье, а для нас это выезд на дачу. Машинка удобная. Да, все-таки есть какой-то из, ну, не буду говорить конкурентов, одноклассников, которые в целом предпочтительнее. Вот с одноклассниками тут тоже не все однозначно. Во-первых, насколько у вас важна имиджевая составляющая? Ну, я не стану говорить, что имидж самое главное. Безусловно, машина должна быть качественной и хорошего производителя, на мой взгляд. По крайней мере, в немцах я достаточно уверен. Ну, да, немцы все-таки... Ну, наверное, и японцы где-то там же стоят, я полагаю. Ну, японцы стоят далеко не там. У них позиция вообще загадочная и с точки зрения Камасутры не очень правильная. Немцы, они держат еще пока удар, хотя тоже идет проникновение некачественных комплектующих. Но вот если вы ищете машину по имиджу, равную ГЛК, то вы ее не найдете, потому что либо вы уходите в категорию каких-нибудь аппаратов типа Range Rover Sport, либо, соответственно, Freelander, но Freel по качеству будет сильно уступать. — Да, я их и не рассматриваю. Я ваше мнение очень чту. — Спасибо вам. Либо тогда вы уходите на безбрежный совершенно простор двухмиллионных автомобилей на полном приводе. Их невероятное количество, но в большинстве случаев вам в руки уже начинают проситься серьезные ящики для нормального преодоления сурового бездорожья. Например, вы можете замахнуться там на Pajero Sport или Pajero большой, а он вам не очень нужен. — Да, на самом деле действительно не очень нужен. — Я как-то еще подумал о Volvo этом XC60. Ну, не знаю. — XC60, она очень хороша для суицидников. Если вы в какой-то момент думаете, что «А вот не убиться ли мне об стенку?», то XC60 замечательно совершенно предотвратит вашу попытку. Машина обкатана на фронтальных столкновениях с тяжелыми грузовиками. Вольвовцы тем, собственно, и молодцы, что они не только занимаются Евронкапом, когда пытаются получить пять звезд, но и на своем полигоне проводят совершенно натурные испытания, когда тяжелым грузовиком бьют в лоб все то, что производят. И ХC60 в этом отношении молодец. Выдержит, поможет, спасет, вынесет из-под огня. Во всем остальном, ну, он очень сильно уступает ГЛК. Это иного совершенно генеза автомобиль. Он сделан под мамзельку, у которой только что укололся пальчик, и она срочно, не дозвонившись по 911, мочится к своему любимому реаниматологу. Она вообще, в принципе, идеологически другая машина. А ГЛК на нем, если в какой-то момент плюхнетесь в грязь, он хрюкнет, скажет, ну, хозяин, ну ты даешь, но поплывет к другому берегу. Понятно. Сергей, большое вам спасибо. На волю, в пампасы. Хочется нам всем. И погода позволяет, кстати. Виктор. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Добрый вечер. А вы тайком от Дмитрия Анатольевича не попиваете ли перед тем, как сесть за руль? Нет, Боже, упаси. Упасает, Боже? Упасает. Права дороже все-таки в нашей жизни. Да и жизнь своя, и человеческая. А своя тоже человеческая, или своя и человеческая? И своя, и человеческая. О, люди, люди. Да. А какие муки выбора автомобиля вас тревожат? Вы знаете, очень симпатизирует Ланцер 10-й с двигателем 2 литра и механической коробкой передачи. Мне просто интересно узнать о нем побольше. Он красивый. У него самое главное преимущество – это его красота. Граненый такой маленький Галлант. И, кстати, мы об этом не знаем, но в Японии-то эта машина продается как Битсубиси Галлант. Это она у нас Ланцер. А там она у себя на родине и есть как раз новый Галлант. И Ланцер берет, в первую очередь, красотой. Во всем остальном, ну, есть у него нюансы. Ну, салончик у него шумноват, тарахтелочка та еще. Дилерская сеть, да, конечно, сегодня уже о ней и говорили. Но самое главное – если нравится, не слушайте никого, никаких ослонянов. Идите и покупайте. На сайте очень любопытный вопрос. Он практически у каждого третьего сейчас сопоставляется в выборе автомобилей. Opel Mokka, Ford Kuga и Hyundai X35, что оптимально по соотношению цена-качество. На самом деле, Роман, ничего в этом варианте вам не светит, кроме Hyundai X35. Потому что вот это соотношение цена-качество, оно сейчас не имеет никакого отношения к качеству. Вы выбираете только цену. Opel Mokka и Ford Kuga, как бы интересно ни были, они задуманы. Машина первого года производства с большим количеством неприятностей. И вы становитесь за свои деньги водителем-испытателем, приезжающим регулярно. На техобслуживание, на техосмотр, на техпростукивание, техпринюхивание и на замену каких-то деталей, в том числе по отзывным кампаниям. Не надо. Поэтому, если остро стоит вопрос – весна, нужно что-то срочно радостное в жизни сделать, уволиться с работы не получается, дать морду соседу тоже, остается покупать машину. А X35, он есть, у него много любопытных комплектаций. Очень достойный автомобиль, особенно с дизелем в максимальной степени форсировки. А вот Ford Kuga и Opel Mokka, они чисто умозрительно неплохие ребята, тем более они разные по классу. И Opel Mokka – это же вообще крошка. Это такой четырехколесный велосипед, тоже неплохо задуманный, но исполненный не в нашу с вами пользу. Так что не торопитесь. Телефон 6510996. Продолжаем общение при нуле промилле в выдыхаемом воздухе. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Очень приятно, что я наконец-то дозвонился. У меня сегодня счастливый день. Еще бы. А тем более у вас же самое в нашей программе автомобильное имя. Все Алексеи… А, даже так. Конечно. У нас Алексеи всегда дозваниваются. Сергей, я прежде всего хочу сказать, был как-то разговор несколько дней назад у вас, не помню как человека зовут, он рассказывал по поводу Сида своего. И вы как бы говорили, да, ему что о том, что… А, нет, он спрашивал вас купить Сид. И вы говорили, что такую машину в принципе не продают в хорошем состоянии, да, ее тяжело найти на рынке. Ну, вот я один из примеров таких, который, в принципе, я считал, что у меня машина в идеальном состоянии. Я его, скорее всего, буду продавать скоро. Просто вот из-за того, что мне надо увеличить размеры своего автомобиля, да, и все-таки хочется повыше и полный привод. То есть на рынок придет единственный Сид, который продают не за грехи, а просто потому, что нужна другая же площадь. Да. Да, вот я, к сожалению, никогда бы его не продал, и у меня вообще мысль была такая, что если у меня не будет денег, я буду ездить до тех пор, пока он у меня не сгниет полностью и не развалится. И когда это будет, неизвестно, может, я уже дедушкой стану. Но, тем не менее, вот я езжу, 60 тысяч, у меня с ним никаких абсолютно проблем. Я вообще даже сетку только один раз поменял, и больше я с ним вообще ничего не делал просто. Вот, Алексей, вы тем самым косвенно подтверждаете, что нету другой причины для продажи этого автомобиля, как, например, намотал его на стол, плохо собрал и отдал другие руки. Потому что сам по себе он хлопот не доставляет. Нет, абсолютно нет никаких причин его продажи, тем более автомобиль очень удобный. Я считаю, что, в принципе, я со своим ростом, когда выбирал его, мне было тяжело устроиться в другом автомобиле удобно, достаточно удобно. А сколько у вас, Алексей, не пугайте? 192. Уважали дядю Степу за такую высоту? Нормальный средний рост. Здесь я сразу же нашел себе удобное место и удобное положение, и никаких проблем никогда не знал. И ездил уже на своем Сиде большие трипы по Европе, когда за две недели проезжал по 10 тысяч километров. Замечательно. То есть никаких проблем. Но пришло время думать о будущем, и, соответственно, детишке, и надо больше багажа, и хочется полный привод, потому что меня зима наша вообще просто пугает. А Собянинский асфальт, в котором в 10 раз стало меньше дырок. И он тоже очень сильно пугает, потому что я отношусь к автомобилю с любовью. Это мой брат, товарищ и просто друг. Это мой боевой конь, и я его ни жене, ни кому другому не отдам. Мне всегда жалко. Жалко, когда я даже с мешком где-то немножко пузико задену. Это уже все. Это для меня трагедия. Поэтому у меня вопрос к вам такой. Интересуюсь я только исключительно одним пока на данный момент автомобилем. Это Freelander. Скорее всего, это будет вторичный рынок. Соответственно, что можете посоветовать, на что обращать внимание. Знаю, что у них какие-то проблемы были в этом году выпуска. По-моему, с коробками, с автоматами. Ну, и рассматриваю я дизель и автомат только так. Ну, Алексей, вот после Сида безупречного вы начинаете играть в лотерею. Довольно печальную. Потому что косяков у Freelander ровно столько, сколько деталей в нем. И хотя многие из них прикручены неплохо, но, конечно же, на вторичном рынке эта машина окажется только по той простой причине, что она уже достала первого владельца. Другой причины не будет. Ну, конечно, возможно, что у нее розовый кожаный салон, она белая перламутровая сверху в скорлупе своей. Тогда понятно, что блондинка просто наигралась. Но это редкий случай. И вот для того, чтобы уже попытаться как-то определиться с этим автомобилем, первое, нужно очень серьезно изучать подоплеку. Для этого нужно брать языка. Это нужен вам не ослонян, это нужен человек, который занимается только ремонтом фрилов. Который знает по годам, по моделям все косяки. Потому что здесь коробка такая, здесь сякая, здесь подвеска такая, здесь сякая. И номенклатура этих проблем, она у всех разная. То есть вам нужно где-то добыть себе человека, который занимается ремонтом, углубленным именно этой модели. Это во-первых. Во-вторых, может быть, ну таким слабым, легким утешением вам будет программа Selected. Это программа продажи автомобилей Jaguar Land Rover, но после хорошей предпродажной подготовки с гарантией. Это такой трейд-ин, но трейд-ин продолженный, улучшенный и недешевый. Вы машину получаете не то, чтобы с каким-то там очень серьезным ценовым выигрышем, но регулярно там бывают неплохие предложения, при том, что за каждой из этих машин есть все-таки ответственность продавца. Когда вы на рынке играете в эту лотерею, вы обычно проигрываете, а здесь у вас, кроме юридической чистоты, есть уже внятная биография машины и полный технический аудит. Они не берут в программу Selected то, в чем не уверены сами. И, может быть, вас это как-то спасет, потому что, в принципе, фрил придуман неплохо, и на фоне всех остальных Land Rover он, конечно, сильно выигрывает тем, что у него, например, там, ну, сальник полуоси течет не раз в месяц, а раз в год. Это колоссальный прорыв. Или там какой-нибудь сальник коленвала тоже, может быть, не с такой периодичностью, как это принято на других моделях. Поэтому по его поводу и есть легенды о непотопляемости и неубиваемости именно в сравнении с остальным модельным рядом Land Rover. Land Rover на фоне Kia Seat, ну, тут нужно будет, что называется, через паузу. То есть вы продали любимый Seat, полгода походили пешком, помучились, утонули в луже, получили зонтиком по голове от бабушки в автобусе, настрадались и после этого уже, конечно, сильно полюбили фрил. А если сразу, то, боюсь, что у вас будет серьезное разочарование, валидола не хватит на то, чтобы переварить эту душевную травму. — Я понял. Сергей, Сергей, а вот сейчас они начали ставить моторы, по-моему, от Evog, да, бензиновые, турбированные, двухлитровые, если не ошибаюсь, да? — Да. — А что вы о нем можете сказать? — Evog — это блистательная совершенно машина, великолепная во всем, особенно в том, что у него нет ни одного своего двигателя. У Evog дизеля — это Peugeot, а бензинки — это Ford. Поэтому любой новый двигатель — это умелая работа с тем материалом, который в руки попался. Работают блистательно, и у Freel'а в том числе, и у Evog'а невероятная отдача. Едут они шикарно. Есть несколько у них матеро-турбированных моделей. При этом аппетит такой, что говорить о еде или, например, питье уже неудобно. Они просто жрут килотоннами. Зато хорошо едут. Но Evog, конечно, это немножко другая категория. Но в Европе вы будете молодцом, потому что на Evog будут оборачиваться и там. Хотя семья поместится не очень. Машина-то двухместная, и две смотровые щели сзади. — Нет, я его как-то не рассматриваю. Меня просто интересует сам мотор, да? Именно вот этот вот мотор. Потому что все-таки новшество какое-то. И сейчас тот же Freel'а с ним стали продавать. И, может быть, я думаю, просто подождать. А насколько дизель у Freel'а холодный? То есть зимой люди реально мерзнут в машине или нет? Там, опять, очень многое зависит от комплектации. Я сталкивался с теми людьми, которые не мерзнут. И знаю несколько Марисьевых, которые очень сильно пожалели об этой машине. Вот этот разговор о том, что здесь вам нужен для допроса уже профессионал, постигший конструкцию до предела. А чем хорош Land Rover? Тем, что у него этих профессионалов необычайно много. Машины настолько ломучие в целом, что специалистов больше, чем по KSeed. Это KSeed не вызывает интереса или никакого альтернативного ремонта у него как такового особо нет. А что там сломается? Там все в порядке. А вот с Freel'ом, да, с Freel'ом ха-ха три раза. Есть проблемы. А, кстати, как вам нравится эта ситуация, что еще лет 10 тому назад корейские машины были совершенно на уровне наших Жигулей. Ну, близко к тому. Да, у меня была предыдущая, я ездил на Акценте. Ну, Акцент, нет, Акцент это был уже серьезный. Ну, он немножечко уже получше был, да? Да, да. Но я считаю, что они просто молодцы. Какой прогресс. Вот спрашивается, на какой точке замерзания стоит наш весь автопром, неважно какой, пусть это дважды краснознаменный автоваз или все остальное, что у нас есть. И вот эти корейцы, которые идут такими семимильными шагами. Притом у вашего Акцента, у него было четыре Макферсона по кругу и многорычажка сзади, и при этом у вас была мягкая подвеска. И вы, сев за руль Акцента, уже тогда начали постигать, что такое плавность хода и управляемость. Потому что на другой машине что такое управляемость? Это вот про что пишут эти газеты? Совершенно непонятно. На Акценте это было ясно. А вот Hyundai Pony, который был до него, с стартовой ценой 11 тысяч долларов, пришедшей на наш рынок как раз в 98-м году, вот в кризис, это было, конечно, то еще сокровище. Его можно было изнутри мыть шлангом, потому что он был весь резиновый. А теперь у вас сид. И расставание с этой машиной, оно будет мучительным. Вы тысячу раз себя потом будете за эту измену попрекать, хотя, конечно, я надеюсь, ваши последующие машины будут лучше. Но для этого придется, конечно, постараться. Скажите, кстати, Алексей, а как насчет там промилле? Вы что насчет пива? Я нет. Мое мнение такое. А я, когда сажусь за роль, я несу ответственность. Не только для себя, а для окружающих тоже. И если я там, я, конечно, выпиваю, но очень редко. Если я выпиваю, то я в течение хотя бы двух суток, то есть я планирую это заранее. Если я знаю, что я поеду послезавтра куда-то на автомобиле, я никогда не буду выпивать. Надо уже учиться ценить человеческую жизнь. У нас это потеряно где-то очень глубоко, и в сознании людей это отсутствует напротив. Я считаю, что надо как-то относиться к окружающим более ценно. У нас, в принципе, человеческая жизнь ничего не значит. Это да. Но как-то надо начинать. Ну вот смотрите, Алексей, людей, которые ответственно относятся к данной ситуации, набралась целая программа. И тем не менее Медведев продолжает с нами бороться. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok